Еще более столетия назад известный грузинский писатель Акакий Царателий сказал, нигде в мире не найти более живых и подвижных людей, чем гурийцы. Они не только хорошо владели оружием, но и были мастерами верховой езде. В начале 20 века всадники гурийцы отправились на запад. Так началась история грузинских наездников, которые буквально покорили Европу и Америку. Дикий-дикий запад, отчаянные ковбой, бандиты и шерифы. Времена индейских вон прошли, аборигены давно стали полноправными гражданами США. Увидеть их военные пляски, шаманские ритуалы, услышать настоящие индийские песни теперь можно было за пределами племен. 17 мая 1883 года в американском штате Омаха состоялась премьера грандиозного шоу «Дикий запад» колыбели современного шоу-бизнеса. Его организатором был Баффало Билл, настоящее имя – Уильям Фредерик Коди, прославленный охотник на бизонов, ветеран гражданской войны и войн с индейцами. В своем представлении Баффало Билл показывал экзотические сцены Старого Запада, который уже стал уходить в прошлое. Индейские охотники преследовали стадо бизонов прямо на арене, а затем исполняли танец скальпов под бой барабанов. Бандиты нападали на почтовый дилежант, спасаемый затем ребятами в синих мундирах – американскими кавалеристами. Шоу «Дикий запад» Баффало Билла с огромным успехом гастролировала сначала по США, а затем отправилась покорять Европу. Но уже никто не мог представить это зрелище без грузинских наездников. Они присоединились к театру Баффало Билла и гастролировали вместе с ним. В Гурицы отправились в Соединенные Штаты в далеком 1893-м и на протяжении 30 лет выступали под именем русских казаков. Организаторы шоу попросили, чтобы они называли себя русскими казаками, потому что мы входили тогда в Российскую империю, никто не знал, кто такие грузины, а русские казаки считались, ну, сами знаете, все знали. У них была очень плохая репутация, к тому же, и это всех привлекало. Но это настоящее шоу. Мастерству русских казаков покорялись даже самые строптивые скакуны. Садники выполняли свои трюки прямо на ходу. На полном галопе становились на голову, управляли одновременно тремя лошадьми, танцевали народные грузинские танцы прямо в седле. Зрелище при этом сопровождалось грузинскими песнями. Эти трюки впоследствии получили название «Джигитокка». Фотографии и письма – то, что осталось от славы отважных грузинских наездников. Десятилетиями эти экспонаты покорились в музейных хранилищах. Настало время их вскрыть. Все эти письма для нас имеют особенное национальное. Это все особенное национальное достояние, так как в этих письмах рассказано, как грузинские садники путешествовали на Диком Западе, как было принято той аудиторией. Из писем видно, решение грузин ехать за 3-9 земель было продиктовано весьма банальным обстоятельством – финансовыми трудностями. Зарубежный тур означал прибыль. Американские работодатели были достаточно щедры. Искусство грузин оценивалось в 40-50 долларов в месяц или 100 рублей. За эти деньги в те времена можно было купить 20 коров. Они оставили очень много семей, так сказать, потому что у многих гурицев здесь были семьи, но они уехали туда, и они там тоже женились, обзавелись семьями. Гурийские наездники вдохновили не одно поколение ковбоев. По мнению историков, именно гурийские всадники определили дальнейшее развитие американского родео. Для них это была всего лишь работа, но довольны были все. Гурицы вносили вклад в американское искусство, американцы, материальный вклад в шальную жизнь грузинских русских казаков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!